Парад победы для альметьевских ветеранов в этом году только в телевизоре. Участник Великой Отечественной Мисхат Шагитов видит его так последние два года. До этого всегда ходил на местный парад, но с возрастом становится все тяжелее передвигаться. Ему 94 года. В армию его призвали в 1943 году. Сначала служил на Дальнем Востоке, после его армия дошла до Харбина. Закончил службу на Камчатке. Домой вернулся только в 1950 году. Многие события до сих пор остались в памяти ветерана. Когда гранаты кинули, я думал, я сейчас убегу. Потом думаю, убегать тоже не успею. И около меня остается сколько человек. И я взял гранату, сразу руками кинул назад. Потом еще руку посмотрел, и прямо на руки он взорвался. День победы в этом году Мисхат Шагитов отметил два раза. 9 мая и сегодня, в день парада, 24 июня. Каждый раз памятные даты дома собирается вся семья. Медалей и орденов у ветерана много. Но имени хвастается и практически никогда их не надевает, даже 9 мая. Хотя День Победы – главный праздник в этом доме. И так было всегда. Это мой праздник будет уже. Мой праздник. Я там был. Поэтому я всегда встречаю. Меня это как будто живой остался. Живу. Семь остальных праздников. Меня это День Победы. Это главный праздник. Мы всегда праздновали хорошо. У нас еще три служака были к Ознакаеву. Мы 35 лет с ними дружили. Всегда мы с ними вместе. Всегда у них бываем. Если он хочет на парад, едем туда. Если уже нет, то дома. Обязательно мы приходим, поздравляем. В День Парада участников войны поздравил председатель Совета ветеранов Василий Самойлов. С праздником вас! 75-летие Победы и проведение Парада в Москве. На Красной площади колонна 27-й в Орбитской. Гумар Нарьев увлеченно наблюдает за колоннами военной техники из телеэкрана. Ему, как танкисту, особенно интересно посмотреть на новинки. Служить его призвали в 1943-м, 17-летним парнем. Сначала был в Литве, после в Японии. Домой вернулся только в 1951 году. Больше такой праздника нет даже, наверное. Потому что эта победа досталась 20-30 миллион наших русских. Мы без парада и сегодня смотрели. Все и начало смотрели, выступления Путина смотрели. Все-все смотрели. Гумар Нуреев живет с женой Данией Зайнуловной. Вместе они с 1954 года. И этот день и праздничный парад они встретили тоже рядом. Татьяна Леонтьева, Ильшат Бахтиев, Альмитис ТВ.